всех приветствую дорогие зрители вы смотрите канал мастер play зовут меня антон с момента выхода новой операции phantom сайт на тестовый сервер прошла уже почти неделя все обкатывают новых оперативников всем все нравится и никто не чувствует дискомфорта или дисбаланса ну я по крайней мере точно оперы и вправду получились что надо и хорошо вписываются в игру как я и обещал в гайде на вардена у нас еще один розыгрыш 600 r6 кредитов правило лайк подписка и коммент со словом участвую и ссылкой на ваш вк также насчет самого гайда чтобы не оправдываться повторно я просто напомню вам мои слова из прошлого видоса в каждом из гайдов я повторяю одно и то же почему я делаю гайды на оперов из ттс потому что в целом опера почти никогда не меняют ну я имею ввиду прям совсем уж кардинально из прошлого сезона те же мозе и гридлок с момента ттс никак не трогали как и их пушки а в новой операции новых пушек так и вовсе не завезли так или иначе кому этот гайд не нужен или кто считает его таковым смело выключайте ролик и не компостируйте мне мозги а те кому интересно приятного просмотра как вы уже догадались сегодня я разбираю ног или нёк или как мне говорили нук в общем буду называть как удобно большинству ног оперативница атаки имеющая две скорости и две брони что удивительно ведь оперативница заточена на стелс и по идее должна иметь три скорости но видимо разработчики не решили придерживаться банальности про способность еще успеем поговорить разберем для начала снаряжение и пушки как мы все знаем новым оперативником подарили только новые анимации а пушки остались те же казалось бы обсуждать тогда тут нечего но есть пара моментов которые я хотел бы углубиться насчет основного тут у нас fmg 9 элементарнейшее оружие не отдачи ни рукояток обычная пушка да и обсуждать ее толком нечего потому что конкурентом идет несравниваемое с ней оружие дробовик с x12 и я скажу вам это один из лучших дробовиков за атаку во первых до 10 метров то есть на оптимальной работе дробовика урон самый высокий в классе полуавтоматических шутганов на более близкой дистанции сайга побеждает с x12 но это если не учитывать дикий разброс сайги и отсутствие глушителя ведь с x12 как вы поняли обладает отличной кучностью то есть меньшим разбросом иначе говоря имеет хорошую точность меньшую отдачу и глушитель который не влияет на урон а значит это тоже преимущество к чему я это говорю большинство игроков отметают дробовик в угоду fmg 9 безусловно на больших картах может и стоит так поступать но на средних и маленьких я вам все же советую задуматься к слову на переработанном достоевском я бегал исключительно с дробовиком и туда он вписывается как нельзя кстати насчет второстепенного 5 7 вам не нужен потому что он вам не нужен у вас есть дигл и тут становится выбор взять дигл с глушаком или с дульным тормозом с глушителем вас тише слышно но отдача где-то в два с половиной раза выше нежели с дульником а урон и вовсе не позволяет убивать всех противников на ближке с двух попаданий трех бронированные выживают если вам хочется иметь при себе пушку с глушителем то лучше взять шотган а дигл использовать как основное для перестрелок или нацепить глушитель на fmg 9 урон и без того низкий так что вам с любыми модулями придется вешать с него хэдшоты но повторюсь по части дигла я вам все же советую поставить дульный тормоз но вы посмотрите на эту отдачу когда ранее в сидже дигл мог так идеально стрелять чуть ли не в точку ладно пушки хоть и старые я все равно рад что нашлось хоть что-нибудь обсудить но это простите что у нее что место лишнее или она не пойми как тут учтившиеся магазины от air 15 для защиты использует я понимаю первые наработки первые концепты но раз уж и решились давать старые пушки новым операм то могли бы хоть для приличия переработать или вовсе убрать эти магазины ладно перейдем гаджетом тут у нас пробивной и мина пробивной для такого опера это слишком шумно а прикрыт тыл и мины всегда будет полезно лично я беру мину что же вот мы и приступаем к разбору самого девайса маскировщик присутствия хел данное устройство при активации делает наши шаги тише по типу способности кавейеры а также скрывает нас от всех разве устройств врага действует способность 10 секунд восстанавливается тоже 10 но не обязательно ждать полного восстановления для повторной активации гаджета любого заряда хватит просто понятное дело чем меньше заряд тем меньше действия описание вроде простое но тонкостей тут немало разберем их все а для начала поймем насколько тише становятся наши шаги со включенной способностью если идти если в присядку и если бежать как мы услышали когда мы бегаем со способностью и без почти никакой разницы а если мы передвигаемся стоя или сидя то разница просто минимально и в целом шума вы издаете очень мало так что если вы где-то за 10 и далее метров от врага то можно спокойно не краска к нему а именно идти а когда вы уже совсем близко то принять положение сидя не обязательно ходить все время на корточках повторюсь шум стоя почти такой же минимальный как и сидя насчет пропадания нас разведустройств тут много тонкостей и для полного понимания способности разберем все во первых как основное все наши резкие движения показываются на камере помехами вот такими помехами тем самым ваша способность как бы не отключается но и враги по сути знают ваше местонахождение что я подразумеваю под резкими движениями что вас выдаст и что вызовет помехи на камере это бег удары ножом выстрелы передвижение по колючке перелазание через что-либо попадание в мину лижина тут кстати тоже момент вы на мгновение вызываете помехи когда попали и когда выдираете колючку из ноги так что если попались у вас будет пара секунд скрыться за какое-нибудь укрытие вас будучи даже ужаленным видно не будет только когда вы получаете урон да и в целом весь урон по вам тоже вызывает помехи далее установка всяческих девайсов типа мины пробивного или даже деактиватора тоже будут помехи но способность не отключится насчет других оперативников самая опасная для нас камера это стандартная которая есть на карте камера валькирии камера маэстро и пуленепробиваемая камера имеют достаточно светлую палитру цветов а помехи ног на каком-нибудь светлом фоне видны в два-три раза хуже чем на черно-белой камере это говорит о том что на метрах десяти из какой-нибудь камеры маэстро даже если ног будет вовсю бегать он ее заметит с большим трудом тут вот я бы хотел чтобы помехи сделали в общем сильнее на всех камерах или дали всем камерам способность переключаться в черно-белый режим что вас еще может заметить дроны захваченные мозги у них будут идентичные помехи как с девайсом виджила врага видно не будет но будет небольшой оповещающий звук и помехи по бокам который покажет вам где примерно находится ног похожая тема у дрона эхо у него тоже есть характерный звук и помехи если ног рядом по этим помехам или по звукам вы можете примерно понять ее местонахождение и попробовать оглушить это место вам конечно дадут очки за глушение значит вы примерно отгадали но девайс ног это не отключит и даже не вызовет помех л а следовательно тоже для девайса ничего сделать не сможет говорили что he'd будет отключать девайс ног или вызывать помехи на камерах но на удивление на тестовом сервере глушилка абсолютно не влияет на маскировщик ног да что уж там ни один девайс в игре не способен отключить ее маскировщик только вызывать помехи на камерах. Значит, если вы включили способность, вы 100% будете ходить 10 секунд бесшумно и вам никто не помешает. Значит, в целом, чтобы вас не заметили камеры и вы могли их миновать, никак о себе не оповестив, нужно передвигаться либо ходьбой, не бегом, либо сидя. Также на камерах не будет помех, если вы будете менять оружие, перезаряжаться или менять положение бойца, допустим, вы будучи стоя ляжете. Все эти действия никак вас не выдадут. Разве что вы издадите звук. Той же перезарядкой звук громкий, и если камера находится близко, враг может что-нибудь заподозрить. Но зачастую игроки на это не обращают внимания. Также вы не отмечаетесь на призмах алиби, так что под способностью можете либо проходить через них, либо не боясь ломать ножом. Еще есть один момент, вы можете спалиться даже передвигаясь тихо, если перед вами была сломана стена или деревянное укрепление. На камере ног не будет показываться, но деревяшки будут таинственным образом двигаться, в таком случае враг может все понять. В целом, вы можете не палиться на камерах и спокойно передвигаться по карте, но ваши главные враги это колючая проволока, лежин и эхо, чьи дроны заметить крайне сложно. Все остальные опасности не такие серьезные и не такие частые, как та же проволока. Еще хотел добавить насчет камер. Если вы под способностью и камера вас не видит, то она загорается белым цветом. Это и так понятно. Мы как бы знаем месторасположение всех стандартных камер. Также какая-нибудь камера маэстро слишком большая, чтобы ее можно было хорошо спрятать. Но вот что насчет камер валькирии? Мы не всегда знаем, следят они за нами или нет. А как я говорил 5 минут назад, способность можно активировать в любой момент, даже если она разряжена совсем на чуть-чуть. И если вы не хотите тратить способность впустую, хотите чтобы она была полностью заряжена в нужный вам момент, то в каких-нибудь подозрительных коридорах или комнатах можно частенько прожимать способность по несколько раз. И как только вам дадут очки за скрытие с камер валькирии, то вы сразу поймете, что за вами следят, нужно быть начеку и не выключать способность до того момента, пока вы не будете в безопасности. Или можно осмотреться и попробовать найти эту камеру, а сломав ее, вы ни на секунду на ней не появитесь. Вы скажете, Антон, тебя ведь ранее камера-то заметила? Да, но всяко лучше она заметит час и мы ее уничтожим сразу, чем не будем знать о камере вовсе. Да, гайд затянулся что-то, но ничего не поделаешь. Оперативник не простой, точнее непростая способность, а план действий не такой уж и сложный. Нок не подходит для командной игры никоим разом, как собственно Виджил с Кавейрой, на чьих способностях и была создана Нок. Нок это тыловой оперативник, ее задача скрытно пробираться либо на точку, либо просто на хорошо обороняемую позицию врага. Она идеальный охотник как на роумеров, так и на лежачих в точке бойцах, которые залипли в своих камерах. Я, наверное, не открою Америку, если скажу вам, что нужно при виде всяческих камер включать способность. Я лишь хочу предложить вам две тактики. Они работают на ура. Для первой нужен дробовик. Вы должны действовать, как бы так сказать, нагло. Вы не стараетесь как-то обойти точку издалека, вы лезете к ней на пролом. Только не внутрь, а ошиваетесь где-то рядом. Враг, даже если и заподозрит вас и подумает, что вы легкий фраг, ваш верный дробовик не даст ему вас перестрелять на ближней дистанции. Тактика эта подходит не для всех карт и не для всех точек. Скорее для тех, которые близко расположены к выходу на улицу. Но основная и самая надежная тактика, которую я вам рекомендую, это заходить где-то издалека. Ваша задача бесшумно попасть в здание, а будучи уже внутри, способность поможет вам передвигаться тихо и скрываться от камер. Заходите реально в другом конце карты, максимально далеко от точки, чтобы не нарваться даже на роумеров, которые пасут окна. Заходим далеко и медленно продвигаемся в тыл. Обычно тылы не особо смотрят бойцы, если там установлены камеры. Какой-нибудь маэстро сидит, листает и чувствует себя в безопасности, но это вам только на руку, потому что его безопасностью с присутствием ног тут даже и не пахнет. Так что я бы посоветовал защитникам своими глазами проверять коридоры. А лучше вслушиваться, ведь случайно услышанная перезарядка на камере с выходом ног может быть вовсе не случайной. Что по итогу я хотел бы сказать. Лично мне ног очень понравилось. Я не большой фанат игры в соло, но именно за ног играть весело. Когда заходишь в тыл ничего не подозревающим врагам, это просто незабываемо. Посоветую ли я опера новичкам? Не сказал бы. Если вы все же новичок, но выучили какую-либо карту, то на ней можете брать ног. Ведь от вас только и требуется знание карты, чтобы понимать откуда заходить и как попасть в тыл. По сути это и есть все тактики. Казалось бы, опер такой вроде бы сложный, но основная тактика игры это лишь правильное перемещение и знание карты. Это ваше главное преимущество. А способность ног это преимущество усиливает. В операции Phantom Sight оперативники оказались достаточно интересные по части способностей, но очень простые по части их реализации в бою. Иначе говоря, играть операми просто и нет каких-то супер уникальных тактик, раскрывающих их эффективность. Сама способность говорить за себя. Что же, вот я и заканчиваю этот достаточно обширный обзор опера. Теперь вы знаете про ног все, что нужно знать. Если понравился видос, то очень прошу вас поставить лайк и написать какой-либо комментарий. Я очень старался и надеюсь вы всем довольны. Если это так, то и про подписку с колокольчиком не забывайте. Всем удачи, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok